Ты с папой болтаешь? Да! Сегодня у нас по плану стрижка. Так, вот, мои хорошие. Где машина? Три вижу сразу. Нифига себе! Как я боюсь собак. Шик-блеск, тра-та-та. Бомба! Всем приветики, мои хорошие! Доброе утро! Денечку отвела в садик. И так неожиданно сегодня у меня освободился день, целый день. А как это произошло? Я отвела Деню в садик, спешу домой, думаю, надо покушать, сейчас зубной будет 10 часов, будем зубик лечить. Кстати, не нервничаю, как вам уже говорила. Абсолютно я даже успокоительное не буду пить. Не знаю, прям в какое-то внутреннее спокойствие. И такая, дай, думаю, уточню, позвоню. Звоню, а мне говорят, вы записаны на 16.00. Так я думаю, как, в смысле 16? Я обычно все сейчас записываюсь на утро, там, стричься 9.30. У меня там зубной, я думала, 10. Ну, я, наверное, перепутала. Мы там на что-то записывались, а потом перезаписывались, короче. В итоге сейчас я сяду заниматься делами, помою голову, съезжу на почту за посылкой, возможно, видео еще сниму для вас. Вот, поэтому перед садиком, перед садом, получается, я пойду к зубному. Вот. Ну и хорошо раскачаю, все же вторая половина дня, активная. Я люблю к врачам ходить, когда они уже все-таки проснулись, уже поработали немного, такие бодрячком. Вот. Вот так освободился у меня день, да? Ожидала одно, реальность, другое. Вот. Что хотела сказать? А, хотела сказать, что это прямой эфир проводила в Инстаграме у себя. Вот мой Инстаграм, кто не подписан, обязательно заходите. Я там частенько провожу прямые эфиры, потому что там проще немного, чем в Ютубе, но в Ютубе тоже будут прямые эфиры. Как и раньше, в старые добрые времена. Вот. И мне сказали, что я в эфирах другая, нежели в видео. Я объясняю, что когда включается камера на одну там минутку, три минутки, да, то я стараюсь быстро, быстро, с энтузиазмом сказать какую-то информацию, да, весело и задорно. И выключаю камеру. А когда я в прямом эфире, я просто сижу и никуда не спешу, я пью чай, вот, как бы могу им помолчать. Ну, соответственно, другой немного посыл, другое, как сказать, настроение, что ли, что-то такое. Вот. И я думаю, что если бы мои влоги были такие же, как прямые эфиры, то на постоянной основе, ну, вряд ли было бы это интересно смотреть. Во влоге главное что? Динамика. Так что все, пошла я тогда пить вторую кружку кофе и делать дела, вершить, сворачивать горы. Все, Заюшки, я такая молодец, смонтировала вам видео, сейчас выводится, обложечку сделала. Сейчас кофе сделаю себе и пойду мыть голову новым шампунем. Кофе уже немного остыл, мне, знаете, как я бывает, ставлю это молоко в микроволновку, поставила, короче, оно там запикало и стоит минут 10-15, ждет, пока я доделаю свои дела. Ну, я не бегу вперед, потому что я люблю, знаете, как бы мысль закончить, как говорится, да, и потом спокойно пить кофе. Так, вот так насыплю неполную. Кстати, вот этот мне очень понравился вкус, Gran Mariniere или Mariniere, это с апельсинкой, очень вкусный, прям вообще, короче, все они вкусы, вкусные на самом деле. Когда вначале пробуешь, ты, ну, придираешься, сначала думаешь, о, вот этот самый вкусный, ну, и вот этот нормальный, все остальные не очень. Потом, например, когда пьешь один любимый, тебе хочется разнообразия, ну, так у меня лично бывает, да, хочется разнообразия. Я иду, и я, короче, взяла то, что мне раньше не нравилось, я взяла. Манго взяла, мне меньше всего манго, по-моему, тогда понравилось. А сейчас мне все нравится, короче, все. Я хочу, чтобы у меня просто все были вкусы, и я по настроению. Бывает, просто все любимое надоест, хочется что-то нового, вкуса. Ты берешь даже тот, который вроде бы тебе не нравится, а теперь ты его любишь, потому что он редкий. Смотрите, какие бутербродики решила сделать, колбаска, сырок и помидорчик. Вот с помидорчиком первый раз, по-моему, делала. Вот такая красота получилась. Приятного мне аппетита с утра. Где машина? Сижу, на самом деле, это, сижу, монтирую. И понимаю, что время сейчас вот уже без, ну, половина первого, а с часу до двух, на почте будет перерыв. И потом мне сидеть дома ждать. А мне надо забрать посылку уже и сразу несколько видео смонтировать. Я надеюсь, я успею, потому что у меня же сегодня еще этот стоматолог. Сейчас бы вот уже зуб мой был готов, я бы уже не думала о нем, но судьба распорядилась иначе. Да, вот так вот расчесываю все время свои волосики. Не обязательно, короче, просто нравится мне. Сейчас чуть-чуть погреется машина. Холодно, ветер, дождь, ужас. Честно говоря, девочки, на улице погоды, вообще бы из дома не вылазить. Реально грязище. Ну, прям конкретно дождь, я вижу, вот идет. реально в доме сидели бы и не вылазили. Ну, дела, надо делать, значит, надо выходить с моей чистой головой, которую я только что уложила. Сейчас под дождик. Ой, зайки мои, я успела. Я, представляете, пришла, перестаньте вы елозить по стеклу. Пришла без 13, без 13 минут, час, как будет перерыв, и очередь огромная. Я такая стою, я просто эту почту люблю, потому что, ну, на мой взгляд, здесь быстро работают, и, ну, как бы, редко, когда я попадаю на очередь. Я такая думаю, боже мой, хоть бы мне, пожалуйста, успели дать мои посылки. Я час, блин, просто вот это вот болтаться под этой погодой, и все, они быстро, вообще, 7 минут, и уже меня обслуживают. Одна минутка, мне прям повезло. И, короче, я взяла, и я хочу скорее бежу, бежу, бежу домой распаковать, и у меня будет новый фон. Короче, так хочу, чтобы все было так красивенько, чтобы вы прям смотрели мои видосики и отдыхали. Ну что, мои хорошие, я накрутилась. Смотрите, какие красивые локоны получились, длинные, классные. Собралась видео снять, но время так быстро пробежало, что мне уже нужно и ехать к зубному. Я продолжаю не нервничать, сохранять спокойствие, все нормально. Я надеюсь, сейчас быстренько все сделаем, и я освобожусь, и забуду уже об этих нафиг зубах. Вот стою я, девочки, как я боюсь собак. Вот уходит. Стою и боюсь, понимаете, и думаю, не пойду. Хотя вон люди ходят, вроде нормально. Пойду. Не люблю больше их собак. Ну, в плане, я их люблю, но я их уважаю, наверное. Уважаю, боюсь. Все. Сделали мне зубик. Анимело. У меня такое ощущение, что у меня анимело... Куда я снимаю? Извините. У меня такое ощущение, что у меня анимело больше, чем когда мне удаляли зуб задний, да? Но на самом деле мне сделали анестезию даже слабее. И тем не менее. Короче, я вообще не нервничала. Целый день вообще не нервничала. Пришла, не нервничала. Не плакала. Обычно после укола я плачу сразу. Мне нужно просто себя как минимум пожалеть психологически. Единственное, что когда вот это анимение началось, у меня пошел прилив к ногам, к голове. Вот это такое, знаете, ну давление, наверное, чутко падает в этот момент. Не знаю. Ну, я думаю, падает, да. И такое, как бы такая слабость и что-то это. И она начинает неметь. Какое-то вот такое неприятное. Это мне надо привыкнуть к этому состоянию. Вот я к нему привыкла. Все. Быстро этот катетер она мне поставила. Люблю, когда ставится катетер. Это значит, тебе в рот ничего не летит. Все хорошо. Вот. В общем, быстренько все сделала. Вообще, круто лечить зубки. Вот реально надо ходить каждые полгода на осмотр. Вот пришла, посмотрели. Малюсенький кариус, девочки. Это три... Мне бывало, кариус сделали даже без анестезии. Понимаете, насколько быстро можно все это дело залечить. Либо сделать очень слабенький укольчик. Вот. Чем вот как сейчас. Ну, слава богу, нерв не удаляли, ничего. Но у меня была огромная, просто огромнейшая дырка. И пока мы ее там вот это рассверлили, все почистили, пока мы ее запломбировали, блин, времени. Ну, и соответственно. Сейчас я не чувствую пол языка, я не чувствую щеки. Я надавливаю на зубы, мне кажется, я их могу так сломать. Вот. Ну, короче, я счастлива. Я говорю уже, я говорю, Виктория, Игорь, там точно что, у меня нигде нет кариуса? А то пока я настроена, говорю, сейчас все зубы сделаны. Такая, нет, все у тебя нормально, через полгода приходи. Вот. Но надо запомнить, через полгода обязательно прийти. Через полгода, это в сентябре, да, примерно. Сентябрь, октябрь, короче, перед Новым годом. Вот, все, запомнить, надо перед Новым годом посетить стоматолога, показать ей свои зубки. И я каждый раз делаю зарок. Короче, все, у меня теперь здоровый рот. Здоровый рот, никакого дискомфорта, я счастлива. Кстати, кто в Александровке, я смело могу, ну, кто в Александровке, кто на Сельмаши, да даже из центра ради хорошего врача. Оказывается, у нас эта клиника, куда я хожу, она на самом деле не коммерческая, она государственная, и сюда можно прийти по полюсу. Вот. Ну, я не знаю, наверное, с района по полюсу или кто угодно с Ростова по полюсу может прийти. Но сам факт. Единственное, платные материалы. Но, наверное, материалы есть разные. Какие-то бесплатные материалы, какие-то хорошие. Я, естественно, ставлю хорошие. То есть, я доверяю врачу своему. Вот она мне, что там ставит, все, катетеры, уколы мне там дополнительные. Все делаете, лишь бы было некомфортно. То есть, все, что нужно. Я не экономлю там, а сколько это стоит, а сколько это стоит. Я даже так не спрашиваю. То есть, если это комфортно, делайте. И вот врач Виктория Игоревна, я ее обожаю. Наша вся семья ходит к ней лечиться. И все очень довольны. И я вообще не знаю, вот, если вдруг где-то там в другом городе или еще что-то, это для меня новый стресс, нового доктора. Поэтому я даже с Москвы к ней приезжала сюда. Если кто-то ищет доктора или боится зубки лечить, а надо, я вообще смело ее рекомендую. Это водниковская, по-моему, водниковская стоматология. Врач у меня Виктория Игоревна. Я могу ссылку на ее инстаграм оставить даже под видео. Она не знает об этом, но у нее есть свой инстаграм. Я его оставлю под видео. Может, кто-то ищет врача или вот, ну, тоже вот так придирчив, как я. Попробуйте сходить. И, конечно, каждому свое. Вот. Нужно найти свою родную душу в этом смысле, своего врача, которому ты доверяешь, которого ты любишь. Такие дела. Но если кто-то ищет, то я рекомендую Викторию Игоревну. А я еще, прикиньте, видосы хотела снимать. Такая накрутилась, накрасилась. Ну, я хотела перед стоматологом успеть, но я не успела перед стоматологом. В итоге вот сейчас вот так вот и вот конечно, я не буду снимать видео. Так что пойду, Деньку заберу сейчас и пойдем смотреть сериал. Вот. И жалеть себя. Все равно, чуть-чуть надо пожалеть. Ага, хотела сказать, съесть конфетку, сейчас нельзя есть. Причем, сказала мне, Виктория Игоревна, есть не через два часа, а тогда, когда анестезия сойдет. Чтобы я не съела язык себе или щеку. И на улице целый день дождь. Целый день дождь. Вот так вот. Все, мои хорошие, пришли домой, Денечку привела, пораньше садика забрала, потому что не кайф было домой заезжать, а потом из дома опять в это слякать. Уже думаю, сразу заберу и домой придем. Расплелась у меня одна половина волос, вторая накрученная, но я здесь посильнее закручивала, буду в следующий раз иметь в виду. Кстати, мне эта укладка нравится больше и надо чаще укладываться вот так, мне прям вообще по кайфу. Но у меня еще есть варианты, мы обязательно еще с вами какие-нибудь прически поэкспериментируем. Все, анестезия пока сходит, сейчас включу сериальчик, пить есть нельзя еще полтора часа или час, час уже. Вот. В общем, я рада, у меня какое-то удовлетворение внутреннее. Вот, снимать ничего не могу. Хотя, в принципе, вот так вот, если не скажешь и не заметишь, ну, когда начинаю что-нибудь, ну, нет, лучше комфортно уже будет, когда-то. У меня, блин, распаковок столько, мне так хочется, скорее всего, распаковать, обожаю. Ну, ладно, потерплю. Доброе утро, мои хорошие, новый день. Сегодня у нас по плану стрижка. Очень много комментариев по поводу стрижки. Сама, не знаю, сейчас даже волосы, когда уложила, думаю, может, стрижка не нужна. Но все-таки я хочу сходить и немножечко облагородить, отшлифовать, как говорится, волосы. Но я ей скажу, конечно, чтобы она не делала ровный срез, сделала все вот как-то, профилировала, но облагородила. Ну, и по длине тоже вот как-то все сделала красиво. Вот, эту женщину я знаю, к которой хожу даже девушку, женщину, в общем, я имею в виду женский пол. И думаю, что она сделает все хорошо, замечательно, здесь недалеко от дома. И моя преподаватель по вокалу, она у меня поет в театре, кстати, в музыкальном. Вот, и сегодня позвонила, вчера написала спонтанно, что будет вокал. Вот, так что к 12 я потом на вокал иду. Ну, а потом бегу домой и снимаю видосы. Нужно 5 штук снять. 5. Крошечки мои, сейчас читаю комментарии под последним влогом и вижу здесь, что Ирина Боярская, которая выиграла микрофон, пишет, Селена, мне очень приятно, что ты выбрала именно меня, что микрофон дожидается меня. Заранее я тебе хочу сказать спасибо большое, но дело в том, что у меня уже есть микрофон и я бы хотела, чтобы ты выбрала другую твою подписчицу, которой бы пригодился этот микрофон. Представляете, как круто и благородно с ее стороны об этом сказать, а не ждать второго микрофона, да, возможность другим выиграть, это очень круто. Это уже на твой выбор. Конечно, в любом случае, мне очень приятно, спасибо тебе огромное. Вот, мы Ирине передаем все привет уже, значит, не одна я ее знаю и заметила. Многие вот в комментариях пишут, что знают уже Ирину, и поэтому я выберу другого победителя, но мне надо проштудировать немного комментарии, да, а сейчас я бегу на стрижку. Давайте после того, как я вернусь домой, обязательно это сделаю, тем более батарейка садится на камере, надо подзарядить. Так, девочки, смотрите, подстригли, почистили мне и по длине, и кончики, как вы и говорили, советовали, как мне мастер посоветовала, да, что сильно мы не обрезаем, чтобы потом все разнобоя не было у нас, да, но мы немного облагородили, длину оставили, видите, уже, ну, более презентабельно, правда? Все. Девочки, вышла из салона погода шикблеск-тратата, я называю, шикблеск-тратата. Мама позвонила, у нее свет отключили, говорит, поехали со мной в торговый центр, я говорю, мама, у меня сегодня везде расписаны, это как, знаете, прикол в тиктоке, мама, я хочу домой, я нагулялась, а мама ей отвечает, ты чего это, все, это теперь твой дом, ты вышла замуж, вот я говорю, мама, сегодня весь день расписаны, вот, а потом подумала, что мне тоже надо купить Деньке рубашку на утренник, у них 1 апреля утренний, у нас что-то не трубашки какие-то, его как наряжать, так я думаю, во что нарядить ребенка, надо пойти купить, еще дерево в Леруа Мерлен я хотела взять, и тоже все для себя, даже времени, тоже не могу выделить, чтобы поехать это все взять, но она говорит, что что-то там делают у них со светом, и возможно будет сейчас свет уже через полчаса, думаю, ну и ладно, короче, все, я довольна, волосы облагородили, теперь мы едем на вокал, у меня еще садится батарейка, как всегда, я взяла с собой зарядку, заряжаю везде, но что-то ни хрена не заряжается, я вам так скажу, видите, солнышко какое, светит, солнышко, боже мой, жара, я делаю эту юбку, куртку теплую, и в ней жарко, можно прям просто в теплом спортивном костюме выходить, я снова на своем районе Сельмаша, взяла теперь булочку с маком, что-то мне захотелось, а она горячая прям, прикиньте, у меня вот сейчас вокал, вообще перед вокалом лучше не есть, и тем более сладкое, но что делать, но я справлюсь, у меня сильно преподавательница, у нас все получится, даже после еды, по крошке моей чуть-чуть подзарядила камеру на своей камере, батарею на своей камере, сняла одно видео, представляете, должна была пять снять, сняла одно видео, потому что я не подумала, и у меня разрядилась батарейка на главной камере моей, и конечно же, вот я прям до последнего уже снимала, и она уже потухла, так что я поставила ее на зарядку, у меня есть свободное время, свободные три часа, сейчас я поеду в торговый центр, возьму деньги, что-нибудь нарядное на завтра, завтра у них утренник будет, и посмотрю в этом, в Леруа дерево, я надела жилетку, потому что на улице жара, погода сейчас вообще какая-то непредсказуемая, вышло, ветер фигачит, наеду жара, блин, жарко пот течет, трынец какой-то, кстати, еще Кристина покрасилась, кто не видел еще видео, из красного, в блондинку, за одну ночь, я под видео, оставлю ссылку на ее, вот это видео, обязательно посмотрите, зацените, Миша ее красил, вообще просто, мне кажется, получилось просто, бомба, и я очень хочу, чтобы Кристина, скорее, приехала ко мне в гости, ему что-нибудь сняли, с ее новой прической, вообще, просто снялись вместе, как мы теперь вместе смотрим, все-таки, две блондинки, считай, вот, так что, если вы тоже хотите, чтобы Кристина поучаствовала в моих видео, мы что-нибудь сняли, с вами вместе, или просто хотя бы, влог, вместе время провели, обязательно в комментариях, пишите, хотим Кристину в видео, ей будет приятно, так, забрала Денечку пораньше, идет, с Дарьей Вадимовной, общается, даже это, мамы стояли, говорят, не, это какого-то взрослого мальчика ведут, болтают прям, и я такая думаю, ну да, это не моего, какого-то взрослого, прям мальчика ведут, а он идет, рассказывает, такой, взрослый мужской голос, что-то рассказывает, Дарьей Вадимовна, смотрю, мой малыш идет, болтун такой, сказку, говорит, рассказывал какой-то, что моя любовька, едем в торговый центр, привет, киса говорит, пойдем, блинчики кушать, да, сначала покушаем, потом пойдем рубашку выбирать на утренник, мы приехали в Мегу, смотрите, никого нет, мега будний день, love forever, люблю, пришли, взяли блинчики, Денечке, любимый блинчик с сыром, я блин Цезарь буду, взяла коктейль молочный, обожаю здесь, молочные коктейли, вкусно, любови, и у них, короче, постное меню, есть новый десертик, смотрите, на кокосовом молоке, панакота, вишня, во, надо будет попробовать, ну, я взяла прям попробовать, она говорит, постное меню, оно временное, ненадолго, говорю, ну, надо взять, 145 рублей стоит вот это, короче, попробовала я этот десертик, но, вот знаете, панакота, здесь же должно быть нежное все, а тут видите, вот так вот, кокосовые куски прям, поэтому я вишню съела, я ее очень люблю, немного вот этого кокосового молока, короче, не особо зашло, а блин у меня был с креветками, я забыла, очень вкусный тут блин с креветками, сейчас с Денькой зашли в H&M, взяла я ему брюки, и с коротким рукавом рубашу, и галстук, так что завтра он будет у меня нарядный, и какая благодать, честно говоря, вот в будни, совсем другое настроение, идешь, ничего не нервничаешь, никуда не спешишь, никто тебя не толкает, спокойно прям вот гуляем, теперь мы прямиком идем в Леруа, я посмотрю, что за деревья там продаются, и какие цены, но я примерно рассчитываю, что тысячи три будет стоить, дерево, которое я хочу домой, итак, мы попадаем в мир цветов, ну пойдемте смотреть, что за деревья тут продаются, смотрите, 14333 вижу сразу, нифига себе, это дороговато нам, мы что-нибудь бы другое, так, деревья, вот дерево какое-то тоже красивое, сейчас, короче, я посмотрю, что мне нравится, и тогда вам покажу уже, сориентирую по ценам, и что мне нравится, слушайте, ну мне нравятся почти все деревья, я читаю, здесь вот фикус, бенджамина, макламы, а ну смотрите, он прям цветок растет отсюда, да, ну то есть я имею ввиду листик, да, красиво, что нет голого ствола, хотя и с голым стволом, вот это тоже какой-то фикус, фикус эластико милане, ну цены, да, 3 300, 2 500, нормально, в принципе, что-то такое я бы хотела, как раз повыше, Милка может не будет подпрыгивать, да, вот эти два мне нравятся, потом, вот этот классный, с таким вот стволом, но это чисто вот, кстати, Юка Той, два ствола, 1929, два ствола, вот здесь один ствол, и тут один, два ствола, вот они, Хавея, 250, но это надо узнавать, ну вот здесь вот мне очень, мне нравится, вот этот тоже классный, ну это типа у меня то, что растет, но он просто маленький, я хочу здоровый купить, вот этот классный, конечно, теперь надо узнать мне, чтобы было безопасно для Милочки, и чтобы для ухода было, тоже не надо было поливать, там вот прям, такие неприхотливые, короче, нужны мне цветы, да и цветочки нельзя обижать, вот этот мне очень нравится, вот у меня что-то не прорастает, завял там уже, а вот этот классный, 350, уже здоровый, взрослый, вот, кстати, тоже красивый, фикус Бенджамина Макламе, тоже, или Макламе, я не знаю, как правильно, вот красивый, да, а вот рядом мне такие тоже нравятся, гляньте, ой, но драцена, golden cost, почти 6 тысяч стоит, но она, здоровая, красивая, рядом еще, так, ну и все, выбор невелик, кто у нас, стоит еще несколько деревьев, написано, что это фикус Бенджамина Макламе, вот он что-то привлекает мое внимание, только вот здесь я не вижу его цены, а, вот он, 3 тысячи стоит, а я смотрю, кстати, куда ты пошел, я смотрю, кстати, что уже здесь его, смотрите, привязывают к какой-то палочке, и он как будто эту палочку, как, обвивает, да, только надо вот, вот так пришпандоривать эти листы все, вот так он стоит самостоятельно, крепко, блин, девочки, я не могу определиться, это какая-то жесть, Мама, я помогу тебе, спасибо, не могу, блин, определиться, мне они все нравятся, понимаете, и мне сейчас надо стоять вот здесь, и про каждое узнавать, значит, какая она ядовитая, не ядовитая, блин, как она ухаживает, это вот любит свет, вот это любит свет, например, вот это, но она прикольная, она высоко просто будет от пола, может, мелко прыгать на нее не будет, а с другой стороны, мне вот это нравится, и вот это мне очень нравится, но такая у меня есть драцена, вроде сказали, она ядовитая, да, для кошки, ой, короче, я не могу определиться, не могу определиться, и вот это мне нравится, а этих много вообще фикусов, короче, надо мне еще, знаете, сначала, наверное, мне надо поискать в интернете, какой цветок я хочу, поизучать его, а потом уже, а, и девочки, я же ищу цветок какой-нибудь, знаете, чтобы он был такой, ну, в квадратный горшок, не вот этот, который у меня плоский горшок, а именно квадратный, в плоский горшок мы можем, да, что-нибудь такое, из нескольких листьев посадить, вот, кстати, девочка мне, которая со сложным названием цветы, как-то рекомендовала, вот, они как раз таки пойдут в плоский горшок, удлиненный, а вот такой центровой, мне надо вот что-то такое, 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 короче, чтобы подходило под такой центровой горшок, а вот такое дерево тоже ничего, а что это такое, цитрус, коломандин, о, вообще деревце прикольное, тут еще и мандарины, наверное, начнут расти, короче, все, это какой-то трешняк для меня, вообще, выбор цветов, ужас, тяжело мне, и вот красивый, ух ты, а что, я сюда не доходила, или доходила, вот красивая, а, да, дорогая, дорогая, драцена, golden cost, может быть, в интернете посмотреть, поменьше, да подешевле где-то будет, а может на авито вообще еще посмотреть, сейчас сфотографирую ее, вот это классно, мне нравится деревце, вот, я про вот эту говорила, то, что мне, замакуалаксис, вот, ну, неправильно прочитала, но не суть, видите, их много там, раз, два, три, четыре, вот они, очень хорошо будут в длинный горшок, но длинный горшок я потом буду, ну, как бы думать, что туда, вот, а к центровой, ну, поняли, да, как я выбираю, слушайте, сейчас зашла в панели, смотрите, ну, как это ламинат, да, ПВХ, ну, типа ламинат, они вот так здесь и защелкиваются, как ламинат, посмотрите, как под обои классные сделаны, черный, вот такой красивый, холодный такой, беж, а есть еще вообще, смотрите, ванну под плитку, они прям даже такие гладкие, вообще, так это, так просто все, ну, я имею ввиду, что намного проще, чем плитку класть, а вот под ткань вообще, ну, то есть под обоину, а я как раз что-то хотела себе, вот красиво, смотрите, белая, и она переливается, я бы что-нибудь такое сделала, какой-нибудь фон, это просто матово, я просто знала, что есть для полов, но я почему-то не знала, не знала, и как-то не представлялось мне возможности увидеть, для стен, ламинат для стен, а еще вообще можно даже такие на стены, будет тоже очень красиво, горизонтально их, а можно даже вертикально, красиво, под дерево так, ой, оно еще структурное такое, надеюсь, правильно говорю, ну-ка пойдемте еще посмотрим, прикольно, а, блин, я же хотела себе плинтус, а это плинтус, а еще мы хотели вот такую вот штуку с мамой взять на батарею, только у меня, по-моему, батарея больше, ну, чисто вот так, пыль, знаете, смахивает, чтобы удобнее было, я смотрю разные цены, они, наверное, разными, 62 на 47, экран на батарею 5 секций, ну, блин, батареи же разные бывают, 6 секций, вот эти побольше, вот это 4 секции, о каких, интересно, батареях идет речь, ага, здесь у нас 62 на 47 на 15, а здесь у нас много не написали, кстати, ладно, тоже надо будет батарею все померить, что-то я пришла, не померила, а вообще вот еще, смотрите, тоже классная, решетка радиаторная, только, как бы, нет, именно на батарею надо, вот не как, что она, а, ну, она железная должна быть, ну, правильно, короче, один вариант только здесь я вижу, да, крышка для экрана, универсальная, а, может быть, можно вот такую штуку купить, да, например, выбрать, и крышку отдельно, крышка для экрана, или это не то, что это, а, да, вроде крышки, короче, это надо будет еще узнавать здесь, так ходить, с утра надо, блин, ехать, если все узнавать, сейчас еще принтус поеду, посмотрю, может, кусочек возьму, чтобы примерить, пойдем, Дэнь, в общем, девочки, это какой-то ужас просто, я тоже вот сейчас здесь стою, ну, в общем, с чего я решила начать, я решила взять вот такой вот угольничек, потому что, мне кажется, белый плинтус, он какой-то, во-первых, маркий, а во-вторых, там видно вот эту полоску, которая, знаете, вот проходит, ну, здесь нет, это не плинтусы, это уже такие переходники, ну, вы поняли, да, в плинтусе вот такая полосочка посредине проходит, и когда с рисунком вот таким, вообще не видно этой полоски, а когда белый, естественно, видно все вот эти полоски, еще там будут застревать, нет, нет, что-нибудь, поэтому я предпочитаю вот что-то такое полосатое взять, и я сейчас возьму, это единственный цвет, по-моему, который, мне кажется, подойдет, более-менее, я взяла уголочки, чтобы померить по цвету, если все подойдет, то, в принципе, вот здесь и переходник от туалета к прихожей, от ванны, да, ну, не такой переходник, а вот сейчас я вам покажу по цвету, вот, широкий, вот он, вот, нужно один, второй тут взять, прикручивается вот так вот, короче, ну, это все подходит под него, поэтому вот один уголок возьму, и плинтус такой есть, короче, это в любом случае, нужно просто с самого утра сюда приезжать, и просто здесь ковыряться, башка с ума сходит, я думала, просто будет, ой, девочки, вот что значит под вечер вышли, я деньку забрала пораньше, в 4 часа где-то получается, 4-х еще не было, и мы поехали, вот сейчас в 7 часов мы вышли, ооо, я так устала ходить, честно, так мы ничего не купили, я зашла в Ашан, хоть взяла 4 литра своего молока, соевого, по 117 рублей, а то я беру все время по 121, на Музбермаркете, плюс доставка, сборка, там все дела, еще подраскидать, на каждый продукт по чуть-чуть, короче, устали, ну, самое главное я купила, завтра Деньки на утренник, костюмчик, я кстати покажу, простенький получился, и у меня еще, этот, в H&M взяли, у меня еще приложение там было, 200 рублей скидка еще получилась, так на 1600, а взяли на 1450, брючки и, съел, вкусно, включи, короче, приду домой, покажу, что взяли в магазине, включи, что включить, представляете, он мне говорит, включи, включи, я думаю, что включи, вот так было выключено, он говорит, включи, включи, это чтобы я без габаритов не ехала, я включила, он говорит, молодец мама, вот у меня подсказчик сидит, он знает, куда поворачивать, что включать, спасибо сын, пожалуйста, ну что, мои хорошие, мы приехали домой, я даже не успела распаковать сумки, вдруг устрелила мне идея, что надо провести прямой эфир, я уже давно его хотела, думаю, вот прям сейчас сяду, ну мы рано пришли, время есть, думаю, проведу этот прямой эфир, и наконец-таки, я все настроила, провела прямой эфир, девочки, кто был со мной в прямом эфире, всем передаю приветики, обязательно будут еще прямые эфиры, заходите, залетайте, хочу какие-нибудь тематические эфиры вам придумывать, чтобы было интересно, в общем, скоро все увидите, главное, увидите, я мигаю в прямом эфире, обязательно заходите, постараюсь заранее говорить вам, какое будет время, вот, и, наверное, в сообществе, вот во вкладке сообщества, вот так вот перейдите, да, мой канал, и там есть сообщество, вот зайдите туда, я, наверное, там сделаю голосование, какое время для прямого эфира, больше подходит людям, пусть они комментируют, ставят, да, и вы будете комментировать, ставить, я постараюсь подстроить, и выбрать, может, какие-то дни, когда вот прям будет прямой эфир, вот, желательно, конечно, наверное, это будет где-то так ближе к вечеру, но днем, пока малыш в садике, потому что он любит покривляться у меня перед камерой, вот, сейчас я вам, сейчас я делаю чай, сделаю бутербродик перед сном, прям, мы уже спать будем ложиться, уже в 10 часов вечера, на самом деле, уже днем понадобилось спать, завтра не ходите, сейчас покажу, что мы купили, так, вот, мои хорошие, смотрите, вот такая рубашечка, ну, в принципе, простая рубашечка, на резиночке, вот здесь вот у нас будет галстучек такой, вот он, кстати, затягивается, этого я не видела, вот такой синий галстук у мальчика, ну, я думаю, как раз в садике, там, с длинным рукавом не нужно, да, и, ну, на 4-5 лет, цена рубашечки такой, на 110 взяла, рост, 4-5 лет, 110 сантиметров, блин, а где цена-то? 899 рублей, вот с галстуком рубашечка, папа, папа звонит, о, папа звонит, папа звонит, иди сюда, колбаса деловая, с папой разговаривает уже, и вот такие брючки, смотрите, они стоят 799 рублей, мне понравились тоже, вот они, короче, оно будет все очень круто смотреться, нарядное, как в школу, прям первый класс, отлично, ты, вот, ты с папой болтаешь? Да, дай папу мне, да, алло, да, что, взял трубку? Смотрите, девочки, вот этот стаканчик, где облепиха душица у меня была, у меня, кстати, базилик еще где-то есть, вот такие стаканчики остаются, и, кстати, вот эта наклейка очень клево снимается, в фикс прайсе продаются тоже, вот такие, вот я его помою, и классно будет, а еще у него крышка есть, супер, а еще вот, плинтус проверить надо, смотрите, давайте вот здесь и мелки пройдем, вот я думаю, плинтус сделает из вот такого цвета, по-моему, будет идеально, белый не кайф делит сюда, вот такого цвета, да, вот идеально, прям, под мои полы, да, по-моему, да, уголочек вот здесь у нас, очень красивый даже, плинтус, надо еще вот здесь вот кто-то спрашивает, что у тебя там еще осталось по ремонту, по ремонту осталось мне вот это вот как-нибудь задекорировать, но вообще я хочу вот здесь стены сделать кирпичные, белые, вот, плинтус везде сделать, потом балкон, балкон надо сделать будет, и что еще, и что еще, ну, и вот рабочее место мое, но я думаю на заказ пойду, мне тетя моя сказала, что у них где-то там недалеко от дома, тоже на заказ можно делать, но такие небольшие, просто где я делала кухню, и где я делала прихожую, они вот не занимаются столами, ну, такой мелочью, то есть это если я бы заказывала кухню и еще стол, возможно, они бы сделали так, а если я приду один стол закажу за 20 тысяч, ну, как бы неинтересно, я так поняла, тогда он сказал, мне неинтересно именно на заказ это делать, поэтому надо найти людей, которые делают на заказ, ну, такие вот там стол, небольшой шкаф, такой вот все, ну, тысяч 20 выйдет мне, наверное, такой стол, как я хочу, если выйдет дешевле, будет лучше, вот, так что по мелочи все, по мелочи, блин, девочки, мне так сложно выбрать победителя, вот, легче всего выбирать победителя, когда ты выбираешь рандомно, знаешь, вот просто, а не когда ты сама, вот, вот я Ирину Боярскую запомнила, прям вот, потому что аватарка яркая, на самом деле у меня вообще с памятью проблемы так-то, вот, но сегодня меня выстрелило, когда я проводила прямой эфир, в прямом эфире была девушка, женщина, наверное, уже, она сказала, что у нее шесть детей, когда мы начали говорить что-то за, типа, чем занимаемся, она сказала, вот, с ребенком сижу, занимаюсь, а так-то шесть детей, когда всем нужно помочь, я офигела, шесть детей у человека, я спросила у нее, из какого она города, но в чат, ну, как бы, в прямой эфир залетать начали люди, все быстрее и быстрее, и чат быстро-быстро шел, и я, видимо, вообще даже пропустила ее ответ, надеюсь, она написала, я так хотела подарить ей микрофон, потому что, мне кажется, шесть детей, шесть детей, это самое то, куда должен отправиться микрофон, я думаю, все со мной будут согласны, поэтому, если вы меня смотрите, та девушка, женщина, леди, дама, у которой шесть детей, которая писала мне об этом в чате, в прямом эфире, пожалуйста, напишите мне ваш адрес, и я вам вышлю микрофон, и я не знаю, только посмотрит она это видео или нет, я зашла в прямой эфир, и, к сожалению, не смогла найти этого чата, я бы ради этого пролистала бы весь чат, но у меня куда-то пропал весь чат, то есть его нет, есть только комментарии, просто комментарии, а самого чата нет, поэтому, ну, давайте подождем, я не знаю, недельку может быть, да, если она не объявится, я тогда буду продолжать дальше смотреть за активными участниками, и все-таки микрофон, он, мне кажется, он ждет просто своего человека, давайте вот так, вот сейчас интуиция у меня выстрелила, именно подарить вот этой женщине микрофон, шестью детьми, неделю буду ждать от нее сообщения, если не придет, разыгрываем дальше, согласны? все, мои хорошие, а так я Деньку уже уложила спать, буду сейчас делать новые заказы, для новых видео вам, и с вами прощаюсь до следующего видео, всем пока-пока, целую, люблю, и с вами прощаюсь до следующего видео,